Здравствуйте, здравствуйте все кто остался в зале. Скажите пожалуйста сильно ли вы устали? Готовы ли вы слушать дальше? Хорошо, сейчас у нас откроется презентация. Зовут меня Маргарита Валерьевна. Да, и сегодня мы поговорим о психологических аспектах. Поднимите пожалуйста в руку те в зале, у кого проблемы с недостаточностью питания, кто не может кушать. А есть ли в зале, спасибо, те люди, которые имеют избыточную потребность питания на фоне того или иного приема лечения? Чаще всего в своей практике я сталкиваюсь именно с такими реакциями, как увеличение потребности питания, либо со страхами, которые так или иначе связаны с какими-то иррациональными установками, как это должно проистекать, что я должен кушать, что не должен кушать. Давайте сейчас сориентируемся в этой теме, а потом может быть как-то уточним запрос, что вас больше интересует. Итак, когда мы говорим о пищевом поведении, мы подразумеваем сформированное ценностное отношение к пище и ее приему к некоему стереотипу питания в обыденных условиях и в ситуации стресса. То и другое формируется в достаточно раннем периоде, как правило, еще материнская грудь задает некий стереотип отношения к дальнейшему питанию. То есть формируется поведение, ориентированное на образ собственного тела и деятельность по формированию этого образа. Пищевое поведение включает в себя установки, которые формируются у нас еще до момента нашего рождения, которые складываются потом в некие формы поведения, в какие-то устойчивые привычки и отражаются на эмоциональном плане, потому что пища в большой степени влияет на и формирует эмоции, которые человек переживает. И этот рисунок, он индивидуален для каждого человека. Зачем я это говорю? Я говорю это к тому, что человек, когда заболевает, у него есть представление о том, что должно измениться, либо есть нужда в изменениях, а стереотип этому может не соответствовать. И тогда эмоциональный план достаточно выраженно может ухудшиться. Итак, пищевое поведение может быть адекватным, и тогда мы говорим о гармоничном пищевом поведении. Это индивидуальный параметр, и кроме того, если, допустим, снижается возможность потребления пищи, я достаточно спокойно это воспринимаю, хорошо к этому адаптируюсь, вот, собственно, это и есть гармоничная форма поведения. Если мы говорим о девиантном, то есть о отклоняющемся поведении, мы говорим о том, что, например, в ситуации стресса я начинаю переедать. Ну вот я начинаю переедать, да, либо меня пугает то, что я, может быть, ем недостаточно. Вот все, что связано с изменением эмоционального ряда, может от гармоничного переводить нас в ряд девиантного поведения. Пищевое поведение зависит от иерархии ценностей человека и от количественных и качественных показателей питания. Все мы однажды встаем перед вопросом, это у всех происходит с возрастом, либо в те минуты, когда мы попадаем в какую-то кризисную ситуацию, ненормативный кризис, это тяжелое хроническое заболевание, я ем, чтобы жить, или я живу, чтобы есть. В современности большинство людей все-таки переводят разряд питания из необходимости в получении удовольствия. Потребность пищи – это одна из первичных биологических потребностей, которая изначально направлена на поддержание гомеостаза, то есть обеспечение энергии строительным материалом для формирования новых клеток и создания сложных химических соединений. По сути дела, когда мы говорим о том питании, которое только что часто описывалось, мы говорим о том, что вот этого будет вполне достаточно, если я буду придерживаться таких рекомендаций и добавлять такое сбалансированное питание, вот и пожалуйста. Однако чаще всего человек, получая это питание, начинает испытывать эмоциональные страдания. Почему? Потому что привычки его нарушаются. А привычки для нас, значит, несколько больше, чем просто получение или не получение удовольствия. Стиль питания формируется у каждого человека в течение жизни и отражает уже эмоциональные потребности и душевное состояние человека, то есть то, с чем у меня ассоциируется прием пищи, с чем у меня это связано и начинает быть связано с момента еще до моего рождения. Уже внутриутробное питание и состояние матери начинает формировать во мне дальнейшие мои установки и отношения к питанию. Например, кто-то из вас является достаточно аскетичным в приеме пищи. К большому счету это не его выбор. Если я с детства аскетичен в этом вопросе, я таким сформировался еще в утробе матери. Тут же еще вступает фактор социализации. В ранние годы жизни важнейшую роль удовлетворения базовых потребностей является получение питания и на эмоциональном уровне закрепляется, что я поел, я живу, выживаю, и это мне хорошо. И в дальнейшем это начинает все развиваться, развиваться, обрастать какими-то дополнительными эмоциональными связями. И это хорошо, потому что взрослый человек, осознав эти эмоциональные связи, может пересмотреть их. И пересмотрев их, он может уменьшить эмоциональное страдание в случае, если ему нужно менять стиль своего пищевого поведения. Удовлетворение голода на самом раннем периоде существования человека крепко увязывается с ощущением комфорта и защищенности. Младенец, получив порцию молока из бутылочки или из материнской груди, не разделяет, что с ним произошло, насколько внешние факторы ему подходят. Он просто испытывает чувство защищенности. А в дальнейшем, когда к этому присоединяется материнская ласка, он в своей голове непосредственно увязывает это с тем, что я любим. Вот это первичная взаимосвязь, которая потом очень сильно сказывается на выработанном стиле пищевого поведения. Если я глубоко на подсознательном уровне имею эту связку, я получаю питание, я люблю, то в дальнейшем это может обрастать всякими разными другими образами. Вот на самом деле это довольно интересная тонкая работа, психологическая для тех, кто в этом будет нуждаться, и обратиться за такой помощью. Распознавать рисунок стиля своего пищевого поведения – это очень увлекательная работа, и переосмысливать каждые маленькие кусочки этого большого пазла тоже достаточно интересно. А сейчас мы с вами перейдем к функциям приема пищи. Итак, нам с вами вполне достаточно поддерживать гомеостаз. Однако нам всегда нужно немножко больше. Мы с вами, получая пищу, непроизволенно расслабляемся. Приходит вот это ощущение – я защищен. Некоторая форма релаксации уже наступает. А что, если это входит во внутренний конфликт – пища для меня угроза? Особенно женщины знают, что такое – я толстею, но при этом я ем пирожные. Какое внутреннее напряжение и чувство вины это формирует? Вот если вы придете с этой проблемой напрямую к психологу, то, в общем-то, дальнейшее распознавание проблем будет в таком ключе. Кроме релаксации, какие еще компоненты, надстройки получения удовольствия я получаю, принимая или не принимая пищу? Потому что на следующем уровне мы будем разбирать коммуникацию. Это форма общения. Я тебя кормлю, ты меня кормишь, мы кушаем вместе. С этим человеком мы не ходим, ходим в столовую. Дальше самоутверждение. А что там у тебя лежит в тарелочке? Могу ли я себе позволить коррендблю или устрицу? Можешь ли ты себе позволить съездить в Италию и поесть местную пищу? Познание. Есть люди любознательные, знаете, что даже есть кулинарные туры. Опосредованно через пищу мы распознаем культуру человека. Видите, как много всего на психологическом плане мы вкладываем в питание. Поддержка ритуала или привычки. Например, в нашей семье всегда лепят пельмени к Новому году. Это нас объединяет. Или, а наша семья на праздники выходит в ресторан. И это тоже о чем-то говорит. И вот если нашим привычкам, нашим установкам начинает угрожать нечто, что еще непосредственно связано с угрозой нашему здоровью, и нарастает вот тот самый дискомфорт эмоциональный, нарастает состояние внутреннего конфликта, что совершенно не улучшает ситуацию лечения и качество жизни в целом. Наша с вами задача, и это также сказывается, да, и на потере мышечной массы, эмоциональный фон выровнять, уйти от острых, и тем более вытесняемых острых переживаний. Потому что эмоциональное перенапряжение уже вызвано тяжелым хроническим заболеванием, и дополнительная нагрузка, она уже является чрезмерной. как только мы получаем либо запрет на то же пирожное, либо угрозу того, что мне лечение отменят, если у меня будет выраженная потеря массы тела, дополнительные эмоциональные переживания нам уже даются еще сложнее. То, с чем я в норме хорошо справляюсь, ну, подумаешь, ерунда, да, мне есть на что отвлечься. Когда у меня и так эмоциональный дистресс, перенапряжение в связи с заболеванием, вот такие мелочи и пустяки вызывают особенно острые реакции, да, на какой-нибудь ерунде делается сбой. Для того, чтобы этого избежать, ну, в том числе, можно попросить психологическую помощь, психологическую поддержку. Слава Богу, в нашем заведении нас достаточно много, и все мы готовы вам в этом помочь. Итак, ну, да, функции сейчас добежим. Компенсация, награда, защита. Иногда даже удовлетворение эстетической потребности, когда врачи говорят, берите маленькую тарелочку, красиво накрываете на стол, оденьтесь, оденьте пациента и помогите ему перейти к столу. Это восстанавливает мой внутренний статус. Я по-прежнему могу получать от этого еще и такое удовольствие. Итак, пища помогает нам не только поддерживать гомеостаз и биологическое существование, но также задает или разряжает психоэмоциональное напряжение, дает нам чувственные наслаждения, и зачастую они начинают выступать как самоцель, дают нам возможность общаться и самоутверждаться. Это важно, это то, что мы делаем всегда. Идентифицировать себя в среде, и все это дает нам возможность компенсировать какие-то неудовлетворенные потребности. Ну, базовые это считается в родительской заботе, а потом мы это уже размещаем на заботе партнера, на заботе семьи и близких. Вот все, кто заедает стресс или одиночество, по сути дела, самым легким способом обеспечивают себе ощущение, что во мне хоть кто-то заботится, это я сам. То есть себе вот эту дефицитарность заботы близких восполняют за счет пищи. И каков ужас, если всегда мне это помогало, а теперь вдруг нельзя или вовсе не помогает. И мы опять попадаем в зону внутреннего конфликта, который и здоровому-то человеку не полезен, а человеку, который и так претерпевает дистресс в связи с тяжелым хроническим заболеванием, становится, может быть, даже чрезмерно не полезен. Ну, типология пищевого поведения, нарушения пищевого поведения скорее имеет отношение к людям, страдающим ожирением. Давайте мы ее пробежим. Ну вот в рубрике другие нарушения. Как раз речь идет об эмоциогенном, экстернальном и ограничительном пищевом поведении. Пойдем, начнем, да, с экстернального пищевого поведения. Повышенная чувствительность к внешним стимулам потребления пищи. Если речь идет об ожирении, то мы работаем на распознавание и взаимодействие с этой повышенной чувствительностью. А вот если речь идет о недоедании или снижении аппетита, то это отличный инструмент для включения возврата человека к потреблению пищи. Если экстернальное пищевое поведение мне свойственно, то это явно не ответ на внутренние стимулы. Врач нам сегодня говорил о том, что опухоль обманывает меня и говорит, что я не голодна. И тогда работа психолога распознать вот эти самые психологические, эмоциональные обвесы стиля пищевого поведения и попытаться запустить их работу. Зачем еще мне нужна еда? Защиту получить, удовольствие, отвлечение. То есть за счет этого инструмента, который, в общем-то, описывает процесс избыточного питания, за счет этого мы работаем с людьми, которые так или иначе со страху или под воздействием своего заболевания жестко ограничены в потреблении пищи и отказываются от нее. Если мы говорим об эмоциогенном пищевом поведении, оно похоже на экстернальное, но экстернальное – это когда пища сама призывает меня ее съесть. Такой синдром человека, пережившего блокаду, недоедание пищи. То есть у меня всегда ощущение, что я вижу еду в последний раз. А вот эмоциогенное пищевое поведение, которым, кстати, 30% населения страдают, это как раз эмоциональный дискомфорт. Обида, разочарование, физическая депривация приводит к тому, что самый простой путь получить компенсацию этих неприятных ощущений – это попробовать пищу на вкус, пожевать, поглотать ее и получить ее в желудок. Вот так заедает стресс. Но это же и обратный инструмент воздействия на человека, которому грозит кахексия. Рассмотрев ее в другой модельности, можно включать аппетиты для тех людей, которым это необходимо. что такое в нашем с вами контексте ограничительное пищевое поведение? Это не нервная анорексия, не нервная булимия, это страхи, чаще всего это страхи и мифы, которые говорят о том, что сахар нельзя кушать, там еще что-то нельзя, и витамин нельзя, и что-то еще нельзя. Ну, в общем, это тоже то, с чем нужно разбираться. Устойчивые страхи носят формулировку научную иррациональных установок, и психологи, это именно те люди, которые с иррациональными установками у людей борются в том случае, если эти иррациональные установки привозят уже к какому-то выраженному дискомфорту. Вот мне что-то мешает, не могу определить, что именно, давайте разберемся. Вот, собственно, мы тогда с этим и разбираемся. Как можно ограничительное пищевое поведение отметить до того, как вы сделали анализ на потери мышечной массы, это диетическая депрессия. Повышенная раздражительность и утомлемость может быть вызвана в том числе и отказом от привычной формы питания. То есть, если вы родственник пациента, или если вы за собой привыкли наблюдать, то увеличивающуюся, несвойственную вам в достаточной степени, например, агрессию или враждебность и тревожность, можно в том числе распознавать как диетическую депрессию, как нехватку питания. Ну, о формировании эмоциогенного пищевого питания нужно ли вам читать об этом подробно, как вам хочется, чтобы я об этом подробнее рассказала, или пойдем дальше. Дальше. Согласна. Мы с вами прекрасно понимаем, что в ситуации тяжелого хронического заболевания под воздействием разных форм лечения мы можем получить как интоксикацию, так и изменение ощущений вкуса и трудности глотания, и все, что вы сейчас видите на слайде. А нам с вами в этом случае может еще и дополнительная диетическая депрессия угрожать. Кроме того, у нас с вами есть еще у каждого особенности личности, у кого-то более выраженная склонность к тревожным реакциям, кто-то может быть недостаточно уверен в себе. Вот все эти аспекты корректируются в кабинете медицинских психологов и лучше онкопсихологов, которые хорошо знакомы с особенностями заболевания. Ну, с ожирением, я не вижу в аудитории людей, которых это могло бы сейчас заинтересовать. Давайте мы поговорим предметно о том, как можно самостоятельно контролировать пищевое поведение. Прежде всего, вам с нашей помощью или самостоятельно нужно будет научиться разделять свои телесные переживания, свои ощущения, свои мысли и свои чувства. Кто из вас в зале хорошо разделяет свои мысли и свои чувства? Чаще всего мы говорим я думаю и это правда. Да. В нашей среде постсоветское очень принято игнорировать собственные чувства, не даем уделять им достаточного внимания. Но именно тяжелое хроническое заболевание дает нам шанс и время научиться распознавать свои чувства и в большей степени опираться на них. я вижу измененный образ тела думаю что мне это не нравится а что я чувствую на самом деле и тогда мы переходим на уровень вот этого распознавания потому что гнев это гнев обида это обида горе это горе в зависимости от того что я испытываю я по-разному могу утилизировать свои негативные переживания и получать эмоциональную разрядку приходите будем учиться итак при коррекции пищевого поведения нам нужно с вами описать картину этих изменений описать картину образа вашей жизни как это было раньше что изменилось сейчас как давно и как устойчивы эти изменения описать ваш идеальный образ я потом описать его реальный и попытаться сопоставить эти два образа таким образом мы пытаемся объективировать собственную самооценку и когда нам удается преодолеть все эти три этапа мы уже можем наращивать ассертивность то есть уверенность в себе делается это с помощью пересмотра сегодняшней реальности измененной реальности эти изменения пришли вместе с тяжелым хроническим заболеванием и мы пересматриваем систему наших ценностей потребностей их иерархию актуализируем себе способность к эмпатии и в конечном итоге у нас есть шанс обрести навыки эффективного общения и в целом все это может улучшить ситуацию а зацепились мы всего на все изменения пищевого поведения я должна вам сказать что на любом этапе мы можем остановиться если вам нужно идти лечиться или передохнуть или вы уезжаете в свой родной город но на мой вкус ни один из этих этапов не бесценен то есть даже если мы успеем всего навсего дойти до образа я это уже хорошая история познания себя когда описываем картину изменений начинаем с того что как я и сказала описываем то что что стало трудно как давно это стало трудно и как долго это стало трудно и с чем это может быть связано по большому счету эмоциональное напряжение это страх того что ситуация которая меня не устраивает никогда не закончится и минимальный анализ или минимальный самоанализ зачастую позволяет снизить эту неопределенность и угрозу того что это плохая ситуация теперь со мной навсегда и таким образом выровнять эмоциональный фон а это для нас с вами очень важно вот все что приходящее меньше одной недели это вообще не опасно как только я анализирую собственный график изменений вижу что неделю назад это было потом сменилось потом опять пришло особой тревоги у меня уже по этому поводу нет если речь идет о том что две недели что-то идет без изменений это хороший повод обратиться к разным специалистам профильным чтобы взять ситуацию под контроль ну и все что уже хроническое более месяца это то чему придется уделять достаточно пристальное внимание здесь работает принцип такой же как и при любом заболевании чем раньше ухватил тем эффективнее справился давайте я не буду зачитывать сопровождающие симптомы это достаточно крупно да вы все это видите это те маркеры которые говорят вам о том что возможно изменение пищевого поведения вынужденное или под влиянием иррациональных установок ведет вас к депрессивной диетической нагрузке а это совершенно лишнее гораздо лучше пересмотреть новую реальность принять ее и снизить эмоциональное напряжение ну о том да что в нашем случае может приводить к изменениям пищевого поведения сегодня много говорили я не буду зачитывать этот слайд вы и сами про это много знаете самое главное что формируется страх связанный с приемом пищи и он может приобретать навязчивый характер вот это самое нам с вами ненужное и это то с чем в принципе вы можете многие из вас можете разделаться самостоятельно если пойдете думать в этом направлении ну а те у кого есть время и желание могут поработать вместе с психологом онкопсихологи всегда знают это правило что первое слово лечащего врача потом профильного врача в данном случае кастроэнтеролога и только потом вступает сопутствующее лечение в данном случае психологическое сопровождение если вы пойдете просто к психологам возможно они будут это правило нарушать для нас с вами крайне важно в первую очередь понимать клиническую картину вашего состояния если вы придете к психологу или онкопсихологу и начнете работать над своим пищевым поведением и изменениями в нем то чаще всего когнитивная терапия выходит на первый план потому что навыки лучше всего формируются именно в этом методе способы расслабиться отвлечься переключиться таким образом нормализовать прием пищи это как раз в области методов когнитивной психологии когнитивной терапии есть еще метод парадокса в любом случае наша с вами задача не зафиксироваться на страхе я могу испытывать тревогу с беспокойством но если я зафиксировалась на страхе этих состояний они потом накрепко увязываются с определенным каким-то моментом например мне показывают сладкий чай вот я уже затревожился понимаете эту связь ее сложнее диссоциировать ее сложнее потом разбить чем по мере поступления проблемы научиться распознавать причины тревоги с беспокойством и не давать им овладевать мной спонтанно есть еще разные методы релаксировать и работать над собой с целью снижения эмоционального напряжения даже при необходимости смены стиля пищевого поведения например такая штука ресурсное место кто-то из вас этим владеет кто-то может прийти этому обучиться если захочет маргарита давайте учить маргарита спасибо да я заканчиваю в общем-то дальше идут какие-то просто техники если речь идет о самопомощи то попробуйте запомнить эти пункты гигиена пищевого поведения минимальный анализ решим дня контроль времени приема пищи контроль объема приема пищи снижение тревоги с этим сложнее всего разобраться самостоятельно потому что глаз не может увидеть сам себя и дальше запускаем контроль стимула если у нас с вами наблюдается потеря пищевого поведения как правило в этой ситуации сначала если вы обращаетесь к психологу происходит индивидуальная работа а в дальнейшем в группе очень эффективно прорабатываются эти проблемы спасибо за внимание гонки кронки граждану в индивидуальной Продолжение следует...